Доброе утро, друзья. Вы не узнали Тимура? Так вот же он. Я тоже любила так в детстве делать. И своих научила, почему-то они так не делали. Спасибо, мама, за то, что научила. Мама плохого не научит. Да, это то, что очень пригодится в жизни. Мама, теперь будем из поколения в поколение передавать. Блинная маска для лица. Не забудьте своих детей научить в будущем. Мама плохого не научит. В общем, нажарила блинов. Давно мы блины не ели. У нас тут... А, сгущенку я не принесла. Тимуня, принесешь? Вот у меня в руках. А, у тебя в руках. Я пропустила. Сгущенка, разное варенье. Смотри, вот клубничное, сожж домашние. The menu ever. А это то, что я в деревню брал? Да. Это от моего друга. Детство. И это тоже, оно уже заканчивается. Это упыню. Это черная смородина же, да? Мало того, что тут моего друга. Это выращено на земле, где пошло моё детство. На. Ой, вдвойне приятно. Ложку тебе маленькую или большую? Ого, закрыто. Вот самый этот. Прям с целой клубникой. В общем, приятного нам аппетита. Слушай, у нас было как? У нас на Майорке были же на завтрак тоже блины. Ну, такие небольшие. Ну, вот такие где-то типа ладии. Ну, никакие, честно сказать. И мама такая сидит на полном серьёзе. Слушай, говорит, кто у них там главный? Тань, поговори с ними. Я всё равно рано встаю. Давай я им блинов нормальных нажарю. Ну, а что, говорит, мне не трудно. Люди хоть поедят. То, что нравится нам, не нравится другим. Ну, почему же? Ну, им было бы что-то интересное, экзотичное. Почему же? Потому что есть... Ладно, ты говори, что хочешь, но вот когда Милана в школу берёт блинчики, их хотят все. Правда ведь, Милана? Это дети. На праздники или когда просто придёшь, друзья спрашивают, а можно мне тоже? Кстати, у меня похожая ситуация. Я хоть и в старшей школе, но всё равно, когда блины есть, некоторые одноклассники спрашивают. Вот, у Артёма та же история. Он как-то... Это дети. А взрослые, понимаешь, они привыкли. Там детей было тоже достаточно. Они привыкли уже с детства есть вот это вот то, что им давали их родители, и не факт, что это зайдёт. В общем, тёща тянула твою на подвиги, но я ни с кем не договорилась, я не знала вообще, к кому обращаться. Надо бы привезти как образец, тарелочку вот такую. Откуда ещё отсюда? И положить в общую вот эту. А где мы бы их пожарили? Да уже готовые взять с собой. Мы же не ехали с такой целью. И на общий стол туда ваш шведский положить? Ага, стихаря так, знаешь, подкинуть тарелку. Ладно, всё кушаем, приятного аппетита. Чем бы мне? Клубничку, наверное, вытащу. Спасибо, было вкусно. А Тимур уже до этого поел, сейчас только слегка. Артём у нас моется ещё. О, смотри. Баклажановая корейская маска. Все, что я пользовалась до этого две. Все две, целых две. Мне понравились. Особенно та, которая была с цветочком с белым, с лотосом что ли. Помните из боксика? Это, по-моему, последняя из тех, что тогда мне прислали. Вот. Погода у нас сегодня вроде неплохая для прогулок. Так, знаете, не жарко, не холодно. Вот то, что надо. Одно и то же у нас. Но у детей скоро будет театр. Репетиция очень важная. Скоро выступление у обоих. И у Миланы, и у Тимура. Поэтому никуда решили не срываться. Может, Саша вдвоём, либо на дачу попозже. Покажу вам мои цветочки. Вот это вот интересное очень. Ой. Посмотрите, какие он отростки даёт. Длиннющие. Мне кажется, его можно пустить вот так вот по палочке, что ли. Надо посмотреть в интернете. Атомат, конечно, шикарный. Постирала поросячьи пелёночки. Сейчас, наверное, пойду уже займусь обедом. Вы видите, солнышко выглянуло. Хорошо на улице. Не жарко, не холодно. А вот на выходных уже 27 обещают. Здесь будешь? Разница. Я думала, котлеты жарить. Но Саша достал арбуз. Сейчас посмотрим, что мы выбрали вчера. Я сама выбирала. Слушайте. Слушайте. Тихо. Тихо. О, девочка. Спелая. Что ты пищишь? Стрещит он. Звенит. Тихо. Слышите, да? Сейчас посмотрим. Там ещё были большие арбузы. Ну, такие, ты знаешь. Которые поштучно там сколько-то стоит. Но мы захотели без косточек. Артём предлагает сегодня на дачу грилить. Я думаю, что, наверное, сегодня нет, да? Мы не сможем. Ну, мы-то можем. День уже просрали сегодня. Ну, только просрали, ещё только обед. Не обед, а уже постный обед. Час с копейками. Пожалуй, в холодильнике не лежало, да? Ну, что скажешь, Милана? Ну, в холодильнике было бы обувь. Ну, куда такими? Возьми тарелочку. Сейчас всё накапает. Потом будут носки прилипать к полу. Не ешь. Возьми тарелочку сразу. Саш, ты тоже. Ты тоже. Тебя всех касается. Невкусный? Пять на. Серьёзно? Да. Возьми тарелку. Пахнет вкусно. Ну, они хуже, чем на Майорке, если честно. Значит, у вас была там окислятина. Ну, ещё попробуй разок. Ну, я сейчас отрежу, всё нормально. Я не люблю такими кусками. Такими кусками это самое вкусное, да, Милан? Ммм. Да, вот так вот. Лицо вот здесь вот грязное. Я так не люблю. Вообще богато. Ну, скажи честно, нравится тебе такими дольками есть? Не, нормально. Или не очень? Или не очень? Покажи свой подбородок. Ммм. Вот это вот я не люблю, поэтому. Довольно вкусно. Манго вкуснее. Робус вообще не готовит. Полностью ты берёшь вкус и ешь манго. Конечно. А как мне его есть? Ммм. У тебя кулак прям течёт. Вот это вкусно и сладко. Абровый. Давай с вами кусать. Почувствуешь разницу. Угу. Угу. Как сок. Угу. Угу. Сладкий. Так. Готовим, значит, котлетосы, салатик будет, картошечка. Хотелось бы, наверное, даже филе. 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 Пюре. Я вообще в последнее время сейчас слова путаю, нет? Ну, не все любят у нас пюре. Например, Тимур. Как-то можно ему оставить. Сейчас пойду, короче, опрос сделать. Блин. Сейчас пойду сделаю опрос. Будет у нас пюре или нет. Вообще котлеты в последнее время мне нравятся из фарша бараньего с телятины. То, что мы берём в магазине Пальмира. Мне кажется, это не то, что турецкий, но какой-то вот мусульманский такой этот арабский магазин. Не знаю. Вот очень вкусный получается. Это, конечно, из лидла. Говядина со свининкой. Но такие себе, ну, пойдёт, ладно. Что есть, как говорится. Всё-таки после опроса решила часть так, сделала часть так. Все ели пюре, кроме Тимура. Вкусно, да? Но котлеты пересталила, согласись? Не? А мне что-то кажется, что да. Какие планы у нас на дальнейший день? Пойдем на дачу? А чего? Я буду монтировать. А что ты какой? Не хочу никуда сегодня больше. Я с утра хотел, но уже не хочу больше никуда. Вот меня прёт куда-то. А я вот с утра хотел. Ванда, ещё что-нибудь. У всех были свои дела. Теперь у меня свои дела. У Тимура вчера произошла трагедия. И теперь он решил ударить по чтению, да? Теперь будешь читать каждый день и много. Пока ещё не читал. Пока ещё нет? Расскажи про свою горе-печаль. Кстати, вы видели, да, какой у Тимура айфон? Угу, классный айфон прям. В общем, у Тимура полетел PlayStation. Полетел в плане того, что я вчера зашёл, значит, хотел посмотреть YouTube на PlayStation. И там стоит, что этот аккаунт у меня... Ну, это не мой основной аккаунт, то есть, на PlayStation. Артём, поехал, слышите? Все слышат весь район. Значит, что мой аккаунт, типа, не основной аккаунт на моей PlayStation. Значит, там стояло, что делать, и я это хотела делать. Но там стоит, что кто-то другой подключен к этому. Как основной аккаунт. Что кто-то другой человек подключил мой аккаунт как основной к себе. Значит, я, значит, пытаюсь, типа, переключиться на ту, ну, где это главное. Но выскакивает какая-то ошибка. Потом по-другому. Там надо сеть какую-то настраивать. Я присмотрел кучу видео. Там нифига непонятно, что сейчас в итоге делать. В общем, в итоге Тимур не может... Я понимаю, у кого-то из того, кому я когда-то давал свой аккаунт. Я, типа, давал иногда людям, потому что хотел с ними поиграть какую-то игру. Чтобы поиграть надо было обменяться аккаунтами, чтобы я в его игру мог играть, а он в мою. Значит, я это делал и вероятно кто-то из этих людей, которых 4 штук вроде, либо 3. В общем, не делайте, как Тимур. Ни-то кому не давайте свои пароли даже от игровых аккаунтов. Не занимайтесь этой ерундой. Иначе будете вот так вот маяться. Все эти деньги, которые я вложил за многие года, у него пропали. Потому что пропали все игры, что он покупал, все скины. Еще непонятно что-то. Может, как можно будет обратно сделать так, чтобы вот у меня был вот здесь вот как официальный. И тогда я смогу использовать все эти игры и все, что у меня есть. В общем, надежда еще есть, да? Уехал Тимуся в театр. В общем, Саша может играть в свои игрульки, в свой аккаунт заходить, все нормально работает. Тимур не может ни с этого PlayStation, ни со своей комнаты с другого. Да, чтобы понимали, у нас два PlayStation. Один основной вот этот, который всегда играли. И еще появился второй PlayStation, который у Тимура в комнате. Это стали меньше играть, почти никто не играет. Здесь в основном Саша редко-редко, либо Милана просто через PlayStation смотрит какие-то там YouTube, что-то еще. Я захожу на свой аккаунт. У меня мой аккаунт в полном порядке. Это главный аккаунт. Я захожу в настройках и он не активирован как главный аккаунт на этом PlayStation. Захожу на Тимуркин аккаунт, у него стоит, что невозможно, выдают ошибку, невозможно сделать его аккаунт главным вот здесь, потому что он где-то уже сделан главным. Но он не сделан ни на том, ни на этом. На наших он не сделан главным аккаунтом. То есть, подозрение у меня, что кто-то из его друзей, а он сказал, что он, по-моему, пятерым. Четверым. Четверым или пятерым. Но дело в том, что двое или трое из них он даже в реальной жизни не знает. Это просто друзья были онлайн, с которыми он общался. Он дал свои пароли и аккаунты. Вот такой вот доверчивый парень, чтобы там вместе играть какие-то игры, чтобы они могли играть в его игры, с его скинами и свои фишки. И вот в какой-то момент Тимур просто понимает, что его аккаунт уже не главный, он не может его сделать. То есть, кто-то сделал, возможно, его аккаунт главным у себя где-то. И все, и Тимур ничего не может поделать. А я так понимаю, у него даже нет их номеров, то есть, они просто общались онлайн, когда играли в игры. То есть, он даже не может зайти и спросить у них, кто это, потому что у него нет доступа. На самом деле, как бы и пофиг, вроде бы, да. Но у Тимура на аккаунте, кроме того, что у него, наверное, игр, евриков на 500 или 600 загружено, у него разные скины. Помнишь, он все эти годы на протяжении, наверное, восьми лет? Да, Fortnite все деньги всаживал свои. Да, он всаживал во всякие скины, вот эти всякие, как это называется? Fortnite. Fortnite, да, вот они играют. Там каждый скин по 15-20 евро. Помнишь, он платил? Ну да, они ведь вибаксы покупали. А у него их просто нереально. И игры тоже, я все время говорила, что может лучше покупать на диске, пускай там на евриков 5 дороже. Не, зачем, тут все сохранено, удобно с любого аккаунта заходи, играй, не надо диск таскать. Не знаю, если бы не возникла эта проблема, что он не может его активировать больше. Нельзя раздавать свои пароли. Я бы уже объяснил. Ну, такой вот наивный, добрый парень. Ну, это ему будет хорошим уроком. Хорошо, что так произошло. Урок стоил ему в 1000 евро. Точнее нам, потому что это все-таки были наши деньги. Подарки, от бабушки подарки, от нас деньги, которые даются на личные расходы. То есть это в общем целом это 1000 евро где-то, если не больше. Сколько всажено за эти годы. Ну, не в эти игры всадила бы во что-то другое. Сладости какие-нибудь, еще что-то. Булка пару дней вообще никакая. Сейчас вот на улице тепло. Я представляю, что она будет летом делать. А то у нее еще шесть сорок. Да, булочку. Ходит просто и хрюкает, лежит она весь день. Ищет местечко себе. Я думаю, не так ей жарко. Она бы ночной кухне на плитке лежала бы там прохладнее. Или в туалете. Булочка. А булка? А булка? А булка? А булка? Муравей. Муравей. Булка. Муравей. Дави муравья. Муравей. Пофиг. Это бумажку Милана тут явно потеряла. Ладно, если Саша не ведет меня на дачу, не развлекает, буду развлекаться сама. Монтирует Саша блог. В коем-то веке доделает Испанию. Замотивировала я его, видимо. Я пока хочу сделать себе ноготь. А потом уж пойду прогуляюсь, шаги на шагаю. Так, значит, чуть-чуть подпилила. Убрала жирный слой. Теперь у нас вход идет в бескислотный праймер. По идее я уже думала, чего уж там... Сейчас все лайки открою. Я уже думала, чего уж там этот одиноко делать, если уже через неделю где-то придется переделывать все. Вроде как можно было бы сейчас сразу переделать. Но, честно сказать, не остальные. Они так хорошо держатся. Уже очень лень снимать. И поэтому была не была сделаю. Плюс ко всему, я не знаю, к следующему разу, когда буду переделывать, может быть, какой-нибудь новый цвет куплю. Мне вот все хочется, чего-то новенького. Но я не могу решить, что я хочу. Приду в магазин. Там вроде бы все одно и то же. Ничего интересного. И в результате крашу тем, что есть. Какие у вас фавориты на весну? На лето, точнее, какую весну? Лето ж уже. Какие лаки на лето выбираете? Какой вам нравится цвет? Ну? Так, сушим. Так, два слоя базы нанесла. Теперь будет лак. Слушайте, я так, конечно, камеру установила, что вам может быть что-то и видно, а мне ничего не видно, что я делаю. Неудобно. Но уже и убрать неудобно. Ладно уже. Дальше, пока я сушила второй слой, мне взблиндила вот этим вот лаком. еще помазать сверху. Не спрашивайте зачем, будь что будет. Ну, просто интересно же, не попробуешь, не узнаешь. Ой, смотрите, ничего тогда. Может быть, очень странно смотрится, когда это только указательный палец. Наверное, безымянный было бы лучше. Ну, как по мне, красивенько. Хотя бы буду знать, как это будет выглядеть. Вот так вот. Не знаю, видно во всей красе или нет. Сейчас буду сушить. Так, все, высох. Далее, последние штрихи. Это топ. У меня топ без липкого слоя. Поэтому сейчас высушим и все готово. Ой, как много. Сейчас уберу лишнее. Татьяна разошлась. Готово. Ну и самое последнее действие. Это, конечно же, маселка для кутикулы. Не забываем про масло. С маслом всегда выглядит аккуратнее, если часто пользоваться. Тогда кутикулы не пересыхают. И все красиво и хорошо. Заняло меньше десяти минут. Дольше собиралась. Пару дней настраивалась. Красиво, да? Пока я здесь, покажу вам еще кое-что. В смысле, здесь села и увидела. Хотела показать вам вчера вечером, но забыла. Поэтому не буду откладывать до вечера. Вдруг опять забуду. Покажу вам новую Блиссим бокс коробочку. За июнь. Пахнет. Пришла, пока меня не было. Такое красивое оформление. Они всегда такие маленькие. И раньше, знаете, они присылали какие-то такое ощущение. Будут одни миниатюры и мне не нравилось. Но вот буквально пару месяцев назад они как-то исправились. И вот теперь мои любимые это вот Блиссим и My Little Box. И обе коробки французские. Булка так рапит, что меня с мысли сбивает. Вот. Покажу, что в этом месяце и расскажу, что будет в следующем. Вот такая брошюрка тут. QR-код. И вот так вот выглядит наполнение. Так. Первое. Давайте посмотрим. Banana Beauty. Многим нравится эта фирма. Ну, честно сказать, для губ мне их продукция не зашла. У меня было несколько вариантов. Ну, как-то не знаю. Скатывается нам. Кстати, вот. Праймер для губ. Может быть, поэтому скатывается. Нужно праймер наносить. В общем, не знаю, нужна ли мне эта штука или нет. Но вот положили праймер для губ. Первый раз вообще у меня такое попадается. Вот. Возможно, если нанести праймер, тогда их помада будет держаться лучше. А так у меня почему-то на мои губах все время скатывается. Была тоже у меня тушь от Banana Beauty. Мне кажется, я кому-то ее подарила. Даже не пробовала. В принципе, фирма не очень дешевая. Я думаю, такая штука около 20 евро может вполне стоить. Не смотрела цены, наполнение. Так. Дальше что-то не очень большое. Вот такое вот. Байя. Байя. Не знаю, как прочитать. Гель для ног. Хорошая штука. Но у меня сейчас есть не гель, а крем для ног. Возможно, этот подарю маме. Гель для ног – это хорошая вещь, и она не так часто попадается. Дальше. Шампунь очень маленький, 50 мл. Смотрю, что-то они начали опять к мини-формату возвращаться. Но нет, тут два как минимум полноразмерных продукта есть. Значит, вот такой вот шампунь. У меня была маска этой фирмы, вот буквально недавно закончилась. Если бы я знала, что скоро придет шампунь, я бы их использовала как-то вместе. А так вот. Ничего страшного. Будем по очереди. Дальше что здесь было. Это 70 мл. Ритуал оф Сакура. И это крем для села. Вот такой вот. В принципе, 70 мл. Неплохой размер, я считаю. Конечно, неполноразмерный, но очень даже. Многим нравится эта серия. Обалденно пахнет. Не буду выдавливать. Защиты тут никакой нет. Видно, из-за этого и пахла вся коробочка. Приятно. Так. И последнее, что здесь есть. Это маска увлажняющая Intense. Интенсивная, что ли. Ну, для лица, видимо, 50 мл. Полноразмерная штучка. Я думаю, тоже не из дешевых. Вот такая вот она. В металлическом тюбике. Смотрите, просто она погнулась и сразу выдаёт, что это металл. Действительно. Использовать 2-3 раза в неделю. На 15 минут наносить. Вот. А вот на немецком есть. На лицо и шею. Через 15 минут снять продукт. Короче, сполоснуть. Как вам понравилось наполнение? Я считаю, что куда удачнее, чем Гуди бокс. И дешевле, кстати. Хотя Гуди бокс недавно совсем ещё. И Glossy бокс были мои фавориты. И вот как всё поменялось. Что касается следующего месяца. Французские боксы летом уходят на каникулы. И очень часто они объединяют два бокса в один. Допустим, один месяц пропускают и нет вообще бокса. Зато в какой-то месяц он прямо придёт двойное наполнение. В этот раз My Little Box первый раз так сделали. Что у них летом аж два раза объединённые боксы. То есть сейчас в июне должен прийти. Двойной за июнь и за июль. Снимают они деньги, естественно, тоже вдвойне. Но в июле снимать не будут. My Little Box всё время приходит. Один из первых. Ну, кстати, Блесим тоже рано присылают. Но сейчас они задерживаются из-за того, что у них там в аксессуарах запланированы солнечные очки. А они где-то там задержались на таможне или что. Они прислали email, извинились и сказали, что скоро всё будет. Ждём. И также они объединили августовский и сентябрьский бокс. Тоже снимут деньги в конце июля, получается. И пришлют в начале августа. В сентябре бокса не будет. Зато потом будет в октябре и так далее уже каждый раз. Что касается Блесим. Вот у них, получается, следующий это июль и август. Будет двойной бокс. Они снимают, естественно, вдвойне. Так, по-моему, он стоит 16.90, если без всяких скидок и акций. Значит, снимут вдвойне. И там довольно крутое наполнение смотрится. Я не знаю для новеньких. Ну, в принципе, если подписаться в ближайшее время, может быть, и будет такая опция. Но нам всем разослали email, что, по-моему, до 13 июня есть возможность выбрать, какой именно мы хотим бокс. И там, по-моему, пять вариантов. Я пока думала. Или шесть даже. Один улетел. Буквально вот вчера прислали email. Сегодня уже его не было. И оставалось, по-моему, оставшихся 4-5. Я уже решила. И у меня, в принципе, уже была мысль, что я хочу. Но я еще, знаете, думала, размышляла. И сегодня уже, ладно, до конца не была уверена. Но выбрала все-таки то, к чему больше склонялась. Потому что вроде как все боксы классные. Но во всех есть что-то, что тебе прям очень нравится. И что-то, чем ты знаешь, что не будешь пользоваться точно. И поэтому, ну, приходится выбирать, что же тебе все-таки больше нравится. Вот. И то, что выбрала я. Я не помню, как называется эта версия. Но это у них было во французском сайте в лимитированных коробках. Там почти полная составляющая этой коробки, которая стоила там 40 с чем-то евро. Там не хватает буквально двух продуктов из той коробки. А так все остальное вот прямо содержимое этой коробки. Вот такие вот дела, друзья. Я вам оставлю ссылку. На первую коробку вы можете с моим кодом получить скидку 5 евро. То есть, если вы подпишитесь на июньский, то платится не 16.90, а на 5 евро меньше. По моему 16.90 он стоит. Но могу ошибаться на пару евро. Увидите по факту сами. Вот. Боксом я довольна. Ну вот. Вышли с Булкой потоптаться наконец-то. Булочка, смотри, уточки. Купаться пойдешь? Булочка, уточки. Сейчас шли мимо открытого бассейна. Вот так лучше. И он открыт, конечно же, уже, по-моему, с начала мая открыт. И там столько людей. Ну, сегодня, в принципе, тепло. Но так, знаете, на выходных больше обещают по градусам. Ну, естественно, на выходной люди развлекаются. Ну, просто как в лягушатнике. Я так посмотрела через забор. Саша тоже сегодня хотел с Миланой пойти. Я отговорила. Я говорю, что нет такой узоры сильной. Тепло, да? Но не жарко. Ой, маленькая какая. Это взрослая же с красным клювиком. Вам не видно. Вот. Интересная, да? Она довольно маленькая, видите, относительно вот той большой. Либо это все-таки малышка. Еще нет. Что, не увидела еще их? Наверное, нет. Она там в одном месте видела, как перья валяются. Прям так внюхивалась. Устала уже? Дышит как. Устала? Еще кружочек и домой. Видео вчерашнее пересмотрела. И вспомнила. Я же вам вчера говорила, надо вечером замочить горох. Увидела видео и вспомнила, что я забыла. У меня совсем вылетело из головы. Если не забуду, может сегодня заварю? Посмотрим. А может мне этот HelloFresh пришлют? Вот я теперь сижу и думаю, пришлют, не пришлют. По идее на этой неделе должен прийти, а неделя заканчивается. Вот. Нужно думать, что завтра будем готовить. Но гороха со шпеком хочется. Вот они, друзья булкины. Нашлись. Смотрите, как много. И там тоже булка. Булка, кто это? Ой, получишь, не надо. Получишь, клюнут тебя. Щипнут, не надо. У них детки, видишь? Смотрите, детки подросли. Булочка, пойдем, не будем нарываться. Булочка, пойдем. Смотри, Саша, я камеру включила, она успокоилась, видишь? Ладно. В общем, она так странно дышит. Мы с ней прошли всего лишь пять тысяч шагов. А такое ощущение, будто бы, я не знаю. Она не может тебя заслудить, видишь? И водички попила, и все. Так еще жары такой на улице нет, а что ты будешь летом булочка делать? Тяжело. А булка, а вкусняшку? О! Видишь, как работает, да? Сейчас, подожди. Сейчас, подожди, булка. Я не обманула, я дам. Саша предложил начать расхламление. Точнее, я как-то пыталась начать, но вот продолжу. Не, ну то, что лежит годами, и никто не пользуется, надо выбросить. Ну, типа, выбросить жалко, да. Вот телефон домашний. На самом деле, у нас есть номер телефона, у нас есть подключение, но мы не пользуемся его, и поэтому давно вытащили из розетки. Вопрос, куда? Просто выбросить или надо какую-то коробку от Супер Шенкин? Может, кому-то надо? Можно на Клайн тяги от Супер Шенкин поставить телефон. Ну, ты будешь этим заниматься? Скорее всего лень, да? Да, но электронику нельзя так выбрасывать, ее надо отвозить. Вот там тоже компьютер стоит один с монитором. Скакалка. Это кто-то из детей не хотел, а им на бокс надо было кому-то из детей. Это от чего? О, вот это вот от свечей. Каких? Сейчас покажу. Вот от этих вот свечей. Филипс свечи. У нас такие две были, с Мини Маусом и с Микки Маусом. Вторую не знаю где, у Миланы, наверное, где-то. Я как раз думала, где от них зарядка. А где вторая? Вот я не знаю. И они так вот горят, ну как вы знаете, эти электрические свечи. Они заряжаются или горят? Да, они заряжаются. Потом они горят просто. Вот так вот она хоп-хоп, включается, потом хоп-хоп делаешь, выключается. Давай зарядим, посмотрим. Дальше батарейки. У меня вон массажер есть крутой. Никому не надо. Никто не пользуется. Никто не пользуется. Чем ему было покупать? Не знаю. Хотела пользоваться. Ну реально, он годами лежит здесь просто так. Вот положи к телефону. Так это я тоже выброшу. Массажер положи к телефону. Выбрасываем, да? Ну не подарим кому-нибудь. Пишите, пока не позвало. Это да. Может быть вон мобиль? Ой, вон ваген. Нам надо? Я здесь, честно, не очень люблю такой штукой мыть окна. Не будешь мыть? Оставь, попробую. Я в другое место просто положу. Я не знаю, почему она там лежит. Я положу там, где она должна лежать. Я не знаю, почему она здесь лежит. Как она сюда попала. Может поэтому я и не знала, что она там. Хотя, мне кажется, еще одна есть. Батарейки. Чего-то где-то прикрывашка. Да, это вот сверху там прикрывашка. Это отсюда. Не выбрасывай. А что внутри есть? О, номер 24. Что там? Выбрасывает. Это же новогодняя. Да. Почему она тоже здесь? Еще один массажер. Да. Мы любим массажироваться. У нас еще... Да. У нас еще один массажер есть, который вот этот вот садишься и спину массирует. А что им массажер надо так? Все, что хочешь. Все, что хочешь. Нет, не этими лапками. Вот. Ну, можешь все, что хочешь массажировать. Все, что хочешь. Нам он нужен? Не нужен, да? У нас с тобой массажеров, как на любой вкус. Хочешь тебя помассажировать сейчас? Мне нельзя массажироваться. О, там собаки какие-то тяпкают. А вы же не тяпилки, а? Еще один массажер. Лампочки. Вот они все хорошие. Ну, может быть, одна какая-то нет. Вообще должны быть хорошие. Мы сюда хорошие складывали. Из прошлой нашей квартиры. Здесь у нас такие лампочки, вон, не канают. Но изредка где-то может перегореть, например, в туалете, в коридоре или там в настольных лампах. Там могут пригодиться, но они почему-то не перегорают. И вот мы уже, представьте, сколько мы в этой квартире 5 лет живем. Вот мы их храним. И вот как-то пока не востребовано. Мне кажется, Саша, выглядит странно. Может быть, вот это вот перегоревшее? Наверное, да. Вот это вот ставь. Вот это тоже странно выглядит. Это, по-моему, еще более-менее. А вот тут все можно улучшить, по-моему. Думаешь, да? Думаю, да. Эти две можно оставить. Вот батарейка. В смысле, где-то эти не расшибли, когда будут батарейки рестанить. Вот эти штуки я привез с своей фуры еще с Латвии, с дальноборя. Это уже 12 лет. А что это? Оно нужно? Нужно? Уже нет. Ну, это ремонтные запчасти для фуры. Соединять воздушные шланги. В общем, это здесь вообще не актуально. Не знаю, помните вы, нет? Когда мы отдыхали в Испании, там где детская анимация, мы сделали с Сашей друг другу браслетики. Я Саша вот такой, а Саша мне вот такой прям цветной-цветной. Я уже год ношу. Я тоже носила не снимая. Ты уверен, что мне хватит под длине? А ты завязать сможешь? Ну, я обрежу, сколько надо будет. А завязать сможешь? Конечно. Что-то, мне кажется, угорячился. В общем, я носила не снимая, но на операцию мне пришлось снять. И когда снимала, он порвался. Ну, он был на леске, вот. Он был на леске. На вот такой планке лески. Да, но такой бы я вообще бы не сняла, пришлось бы резать. Я потом даже себе Таня мне переложила на эту веревку, на зеленую такую. В общем, я ношу. Символично. Вот уже год почти. В общем, он у меня порвался тогда, когда я переодевалась перед операцией. Я собрала и все вот здесь вот положила. Чище! Свои. И вот сейчас с Сашей дошли руки мне снова собрать браслетик. Буду носить. Ну да, пришлось с операцией. Это там какая-то подведывательная? Ну да, у них все. Да что ж за злодеи у нас дома. Ну, у меня половина целая. О! Кто себя так ведет? Ужас! Ужас! А я тем временем, кстати, тоже вдохновилась. Внука! Внука! И начала перебирать давно еще. Помните, я вам говорила о своей вот эти вот полочке. Оставляя только то, что действительно может пригодиться. Ну ладно, почти. Пуча пилочек. Крем для рук. В общем, такие вот здесь ходовые у меня вещи. Рубер, база, даже не знаю. Это может быть даже выброшу. Да, эти выброшу. Они уже старые. О, и много лет. Так-с. Это все свежечком. Вот это тоже выброшу. Давай, приближай. Сейчас. Ну, в общем, тут всякие штучки-дрючки. Тут все, что было. Все выбросила. Вот там эта коробочка. Там были... Ой. Ну, круче, акрилатик там был. Гель. Я уже давно не пользуюсь. Я думаю, что он и просроченный. В общем, там вот на дно пошло. Ну и плюс еще дип-система. Пару раз пробовала, мне что-то не дошло. Но зря деньги тратила. Вот сейчас я перешла на эти неонайл. Все, хватит с меня экспериментов. Делаю только им. Никому я другому не делаю. Поэтому у меня нет смысла держать лишнее. Вот эти все дешевые китайские, которые на первых порах тоже напокупала на Алике. Я тоже все выбрасываю. Не знаю, уже достаточно лет. Я даже не проверяла, в каком у меня состоянии. Я ими не пользуюсь. Ой, кто-то сейчас уже дрогнул. Да, деньги потратила. Ну, у меня были планы. А теперь желание пропало. Я же делала мамам, знакомым. И знаете, когда хочется сразу много цветов, задорого покупать. Ну, как бы так, да? Она покупала всяких яких. Но эти, кстати, не дешевые были. Эти были хорошие. Теперь я делаю так. Может быть, я эти оставлю даже ладно. Потому что они эти. Тут есть, которые магнитом еще. Вот, видите? Эти кошачьи глазки типа. Так и быть, оставлю еще. Полежат какое-то время. Потом выброшу. Нет, не сюда. Положу вот сюда. В общем, здесь тоже все повыбрасывала. Постые лаки почти все повыбрасывала. Оставила только вот пару цветов. Но даже не то, чтобы любимых цветов, а просто то, что самое свежее. А те, что постарее, выбросила. Масло сюда поставлю. В общем, вот так. Тут для наращивания. Типсы и прочее. Ну, может, когда-то стрельнет мне. Но эти просто... Они же не портятся. Пускай будут. В общем... Это нет-нет. Изредка использую. Тут Милане иногда. Может, что-нибудь где-то приклеим. Какие-нибудь камушки, блесточки. Такое тоже не выбрасывала. Здесь... А, вот это мне тоже нет-нет. Подожди, акрилатик я же выбросила. Может... Ладно, это пускай побудет пока. В общем, всякие такие штучки. Там тоже лак. Вот это мне тоже не надо. Ну, вот так вот, короче, расхламляюсь. Вот, кстати, эти Neonile. Это, которые комплектами шли. Там небольшие бутылочки. Может быть, их тоже достать из коробки, да разложить. Просто, как вы думаете? Вот в эту, например... Сейчас место позволяет. В общем, тут гаджеты. А тут у меня для наращивания ресниц. Ватка и прочее. То, что не часто нужно. Получается, я вот это вот все выбрасываю. Вот это... А, вот здесь вот были эти. Ну, вот эти вот, короче. Вот он, акрил гель. Он мне показался не такой вот удобный, как в тюбике. Очень густой. Трудно с ним работать. И также у меня там есть гель этой же фирмы. Но он действительно старый. Мне кажется, ему года четыре, а то и пять. Я не знаю. Видите, тут с момента открытия стоит шесть месяцев. Ну вот, собрал. Давай. Смотри, у них поочередность цветов постоянно повторяется. И на концах... Серые. Они заканчиваются здесь и здесь. Сейчас. На эту руку. А почему они... Я надеюсь, я все собрала? Почему я не завяжу? Потому что ты кончики оставил маленькие. Так я сейчас завяжу, еще и обрежу их. Ну да, надо было длиннее оставить и потом обрезать. О, сейчас страшно. Страшно. Страшно сейчас будет. О, я не буду смотреть. Ааа. Ты мне спалишь. Я отвернулась. Все. Все. На река. Ай, буду монтировать, буду бояться. Теперь никуда не денется. Уверен? Ааа. Ты что? Все. Валить меня хочешь? Как бусинка, кстати, получилась тоже зеленая. Ааа. Ты уверен, что не порвется? Ну, у меня держится уже год. Ну, не, я поменял. Типа подплавилась, думаешь, да? Еще тоже подплавила. Так же самое себе. О, всегда-то. Теперь вообще как чунга-чанга. И латвийская, и эта самая греческая. Ну, у меня что? Ну, да. А так у меня еще на этой, смотри. Давай две руки вместе, что-то. Она, кстати, у нас там одинаковая. Видишь, и латвийская, и греческая, и чунга-чанга. Да. Прикольно, мне кажется? Ну, по-летнему, во всяком случае. Выносила мусор. Оказывается, не только у меня сегодня была такая зачистка. В мусорник выбрасывала лаки, и там валяются чьи-то тоналики, туши, в общем, другие косметические средства. Видно, кто-то сегодня тоже перебирал. День, наверное, такой. Все, я своих всех уложила. Миланку намыла. Сейчас во мне проснулась, вы знаете кто. Правильно. Жрица ночная. Я, наверное, попью чай и попробую сегодня чуть раньше лечь спать. Не знаю, получится ли, но в планах есть. С вами, друзья, прощаюсь. До завтра. Всех обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок